Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» на Тверском проспекте. Меня зовут Никита Васильев. Тема нашей сегодняшней программы не совсем обычная и, в общем-то, наверное, не очень веселая. Мы сегодня на календаре, у нас 7 августа, и, как известно, 3 года назад произошло обрушение речного вокзала, одного из символов не только, наверное, города, но и области всего Верхнего Лжья. Ну и на данный момент, наверное, этот символ можно назвать, по крайней мере, потому что сейчас происходит, можно назвать утраченным. Произошло, что мы знаем на тот момент, на 17-й год, что произошло? Произошло частичное обрушение крыши, перекрытие этажей и южной стены здания, так называемые ротонды, общей площадью более 400 квадратных метров. Ну, все мы видели эти фотографии, все мы видели эти видеосюжеты, и, конечно, масштабное, наверное, беспрецедентное такое событие, беспрецедентный инцидент. Сегодня мы в годовщину обрушения, спустя 3 года, вспомним, что из себя, во-первых, представлял речной вокзал, что он значил для нашего города и для региона в целом. Попытаемся разобраться, что привело к обрушению этого символа, Ну и, наверное, обсудим дальнейшие перспективы того, что все-таки может быть на этом месте, и что может получиться все-таки. Я представлю сегодняшних наших гостей. В студии у нас Алексей Евгеньевич Жоголев, начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Твери, главный архитектор города. Александр Анатольевич Смирнов, член общественной палаты Тверской области, и штатный заместитель председателя совета Тверского регионального отделения ВААПИК, искусствовед. И Валерий Владимирович Курочкин, архитектор. Реставратор. И реставратор-архитектор. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Номер наш 3190. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, может быть, какие-то пожелания по поводу речного вокзала, можете звонить и с нашими гостями беседовать. Ну, давайте предлагаю для начала вернуться на три года назад, в ночь с 6 на 7 августа 2017 года. Хочу у каждого спросить, каждому задать вопрос, как вообще восприняли новость, какие эмоции вызвало новость, и какие были эмоции, когда вы увидели то, что произошло с речным вокзалом. Давайте, Валерий Владимирович, с вас начнем. Ну, как бы, можно так сказать, что это событие ожидалось, потому что были заключения о том, что здание находится в аварийном состоянии, и должного контроля, мониторинга его, как говорится, конструкции, никто не проводил. Здание было передано картиной галереи, которая, ну, не в состоянии было никакие вести работы, только хранить там некоторые там свои какие-то, как в запасниках свои какие-то материалы, все. Но какого-то анализа после обрушения, мы, честно говоря, вот общественность, и профессиональная общественность не услышала. По какой причине, кто виноват, какие там производили работы там, и, как говорится, может, кто подпилил балочку. Вот этого так никто и не узнал. Алексей Евгеньевич, как вы восприняли новость? Все-таки вот три года назад это было очень громко, не только в городе, не только в области, но и во всей стране. Ну, я так скажу, конечно, никто этого не ожидал, и вообще, как бы, и даже об этом мысли никогда не было, потому что обследования действительно до этого были. Все сетывали на то, что фундаменты подмываемые там слабые, но, извиняюсь, обрушилась-то не с фундаментов, обрушилась крыша, которая была плохо сделана, и которая протекала, и которую надо было ремонтировать, но, к сожалению, как бы вот ее ремонт все время откладывался. Да, но я бы отправился не на вот дату обрушения, я бы отправился на даты раньше о том, чем был для города речной вокзал. Об этом мы тоже, конечно, сегодня поговорим. Потому что, ну что, ну да, произошло печальное событие, рухнуло здание. Ничего невозможного, то есть я в плане восстановления, нет. Памятник архитектуры, которым он является, должен быть восстановлен. Более того, я скажу, это очень интересный памятник архитектуры. Редкое явление, в общем-то, советского классицизма, который сохранил там в свое время, он сохранял и часть, такую интерьерную, очень интересную часть. Ну, я просто сегодня, я нахожусь именно в ожидании, когда, наконец, начнется реставрация и восстановление этого объекта. И самое главное, я бы подчеркнул это, что нужно не чисто восстановление делать, нужно находить идею его дальнейшего использования. Александр Анатольевич, тоже пару слов. Как вообще, вот, какими эмоциями, чувствами переживали вот те дни, когда все случилось, все обрушилось? Ну, как бы, видимо, какая-то профессиональная деформация от работы в АПИКе не включила мне никакие переживания. Просто получила кучу информации о том, что это было ожидаемо для людей ответственных, и они не хотели это знать, потому что есть протоколы, осмотры, которые делает теперь такая реставрация в марте 2017 года. Есть входящий номер в Министерство строительства Тверской области, который говорит о том, что 15 миллионов на консервацию потратить. Видимо, это были какие-то такие огромные деньги на эту консервацию, понимаете, на эти противоварийные работы, что теперь надо миллиард. И это было неприятно. А памятник этот знаковый, конечно, потому что это история, это история патриотизма, потому что мы сделали Ржевский монумент сейчас. Это история Великой Отечественной войны. А канал «Волга-Москва», в рамках которых создан речной вокзал, это история инженерной мысли и славы нашего государства, когда в очень короткие сроки, после перемещения в столицу Москву, обратно после 1918 года, были совершены огромные вот эти работы. Конечно, трудом там людей, которые, может быть, не хотели это делать, потому что это были заключенные ГУЛАГы, выделенные Дмитрий Лаг. Но это была сделана огромная система для того, чтобы напоить Москву, которая тут же расширилась, и дать ей электричество. Для этого не только наша область, но и Ярославская область, собственно говоря, пожертвовала огромным количеством деревень. То есть это история мощи. И вот как раз наш Тверской речной вокзал являлся реверсной точкой вот в этом судоходном маршруте. И вот это было неприятно, потому что... Да, я еще занимаюсь историей советской архитектуры как раз в этого периода. И это жемчужина, которая является речной вокзалом. И вот как раз та самая ее жемчужная часть, за которой она так ценна, вот эта с этими прекрасными лестницами, с этими маршами лестничными и с этими обзорными площадками, вся суть этого речного как раз она рухнула именно в том месте, в котором она рухнула. Да, ну неприятно было. Конечно, а что тут приятного? Ну, приятного действительно мало, но тем не менее, вот из того, что я услышал, такое складывается ощущение, что вполне это было ожидаемо. И вот такое, чтобы... Нет, но есть протоколы зарегистрированные, ходящие. Все было уже обозначено. Это для всех остальных было неожидаемо. А как бы реставраторы знали. То есть можно говорить о том, что... Вы видите, для реставраторов было ожидаемо, для архитекторов было неожидаемо. Реставраторы ожидали, что фундамент поплывал. Нет, были бы акты осмотра о том, что крыша, о том, что рушится. Нет, там... А крыша была новая, можно было сделать ее правильной, и тогда все стояло. Акты просмотра, тверь проекта реставрации с заключением о том, что там подмывают, что нарушены водостойки на крыше, что это все руки. Это они за март 17-го года. Все. Министерство строительства Дверской области про это отлично знало. Потому что некачественно выполненные работы, они как будто к таким вещам могут приводить. Которых юридически не было, потому что ВОПИК сделал запрос после этого. Главное правильное выяснилось, что в этот период вообще никаких работ не производилось таких. Их просто не было. Ну, а вообще, Алексей Ильич, вот к вам, наверное, вопрос. Вообще, что из себя представляет Лучший вокзал? Это, как мы знаем, образец сталинского неоклассицизма, построен в 1938 году. Вот расскажите, с точки зрения архитектора, что вообще он из себя представлял? Насколько он был, может быть, необычен для своего времени? Или вполне вписывался в дух времени? И насколько он в настоящее время представлял из себя такой очень необычный объект? Нет, ну, действительно, этот объект, он не характерен для города Твери. Это столичного плана объект вообще. Сама постройка, это сам проект, он очень сложный. Вот, он многодельный, и зачастую в нем были применены приемы, которые, в общем-то, на тот момент были и даже прогрессивные. Вот, и да, и он был декоративен, то есть, вот как и вся сталинская вот эта вот архитектура. Но его декоративность, она все равно стояла на основами своими, на конструктивизме. Дело в том, что, как бы, конструктивизм, он, это был духом этого вокзала, а декоративность, это была идеология. Вот, и тогда, да, вот этот объект, он появился здесь, в общем-то, как марка, что ли, города. Город начал, город появил, у города появилось, вот, личное селфи, так сказать. Давайте немножко поговорим, да, о том еще, что он сейчас значит после небольшого перерыва. У нас реклама, телеканал Тверской проспект. Вы смотрите программу «Тема дня» на Тверском проспекте. Меня зовут Никита Васильев. Сегодня, я напомню, мы обсуждаем в годовщину обрушения речного вокзала, обсуждаем, вспоминаем этот памятник архитектуры, безусловно, один из символов города и области. До перерыва, я напомню, мы и начали говорить о том, что из себя представляет с архитектурной точки зрения речный вокзал. Сергей Евгеньевич, все-таки, вот, да, поздний сталинский неоклассицизм или поздний конструктивизм? Что это такое, да, с точки зрения того, что мы видим на речном вокзале? И какие еще примеры в городе можем мы и в области, можем еще увидеть? Ну, вот, романтизм революции привел российскую архитектуру на первых ее шагах существования к конструктивизму, открытию нового стиля такого, где они проектировали, в общем-то, функцию. Вот. Так, когда в 1933 году вышло постановление Луначарского о переходе к социалистическому реализму, то все те конструктивистские решения, которые были, они начали декорироваться. То есть, она, эта архитектура, она не потеряла своего внутреннего содержания. Она просто начала приобретать некоторый декоративный такой вот оттенок. Да, на тот период Ардеко, в принципе, это там, оно где-то близкое явление было в мировом масштабе. Вот. Но в данном случае характер вот этого конструктивизма в объекте сохранился. Тема интересна это здание. То, что в нем сохранились вот эти внутренние вот эти вот напряженные пересечения функции и внешнего вида. Ну, несмотря вот на всю его интересность, да, несмотря на всю его уникальность во многом, тем не менее, в какой-то момент, как мы знаем, да, здание перестало сначала функционироваться по своему прямому назначению, потом перестало функционироваться вообще. Тем не менее, в нем вот при попытке его установить, и мы знаем, что велись определенные работы, в том числе, Владимир Владимирович, вы тоже принимали в них участие, да, насколько мне известно. Расскажите, что вы делали и что все-таки пытались изменить в этом здании. Да, мы спасали крылья, потому что там находились организации в свое время, и там протекали потолки, и мы поэтому спасали там крыши. И вот как бы мы выполнили всю функцию, поэтому они все эти крылья сохранились, и Волжская, и Тверецкая. А к центру все как бы не подходили, потому что в то время там находились очень серьезные какие-то недостатки. И дело в том, что у нас вот сохранился проект этого здания 35-го, 37-го, 38-го года, даже с журналами авторского надзора, где там все отмечалось, какие балки что заменяются, и мы видели, что там, например, если в проекте были металлические балки, то на самом деле были деревянные. И поэтому это вызывало все серьезное беспокойство об этих конструкциях. Ну а вот с профессиональной точки зрения, как вы думаете, нельзя было то же самое, что вы применили на крыльях, применить и на центральной части, которая у нас по итогу рухнула? Насколько это была бы долгоиграющая история, насколько она бы себя оправдала в итоге? Нет, надо было просто завершить исследование этой части. Кроме шпиля, который там подремонтировали, ну таким образом даже практически заменили, там еще надо было заниматься системой водостоков внутренних и оформлением вот этой обширной платформы ресторана. Там же на крыше был ресторан, и люди как-то сидели за столиком и смотрели на Волгу, как будто на палубе какого-то плывущего корабля. Предпринимались определенные попытки все-таки оживить здание, вдохнуть в него жизнь. 29 апреля 2011 года в здании Речного вокзала был открыт Центр современного искусства Тверца. Сергей Евгеньевич, сколько я знаю, вы принимали участие в презентации. Я там курирую Тверскую часть экспозиции. На ваш взгляд, наверное, Сан-Антоний, к вам вопрос, насколько все-таки вот эта история, она была перспективной, и почему в конечном итоге все-таки она не оправдала себя, не сложилась в итоге? Слушайте, ну как бы там уже домысливости я не буду. Я понимаю, что те, кто делали проект, они сделали такой проект реконструкции Речного, который не одобрил Минкульт. И уже стало неинтересно, а видимо без этих приспособлений здание для галереи или для Центра современного искусства не подходило. То есть там было так много всего сделано и переделано в этом проекте, что он просто не прошел государственную экспертизу. И там все затухло и затихло. Собственно говоря, потом у нас уже сменилась какая-то политика в государстве. И насколько я знаю, Марат Александрович сейчас счастлива там живет в Черногории с детьми. Он вообще уехал из России и проектов здесь не поддерживает. Но я тоже, да, я рада была этому Центру. И как бы нужно было такое. Такое было нужно в городе, потому что здесь не хватает места для молодежи и для современных художников, где могли бы быть выставочные площадки. Поэтому я этому Центру радовался. Я искренне огорчилась, когда они отсюда все-таки съехали и не стали продолжать деятельность. Хотя некоторые там консервативные художники наши ругаются до сих пор. И мне ставят в укор, говорят, ах, ты поддерживала Гельман, да, я буду поддерживать Гельмана. И я вообще как бы уважаю любое художественное проявление. Потому что творчество, оно разное. Ну, на ваш взгляд, почему настолько перспективное здание, настолько находящееся в таком знаковом месте, действительно такая видовая у него история, почему оно в итоге оказалось никому не нужным? И, по сути, вот не получилось найти ни инвесторов, ни желающих, может быть, арендовать его, восстановить его? Ну, оно с точки зрения инвестиций вообще не очень привлекательно. Потому что, помимо того, что у нас государство сейчас с 2014 года урезало компенсации за реставрационную работу, оно вычеркнуло просто эту 14 статью из 73-го закона. Там еще по плану, если посмотреть на кадастровую карту, то к этому речному вокзалу прилагается только вот этот кусочек асфальта, который в руку у него. А участок с зеленью деревни – это другой кадастровый участок, а набережная – это третий кадастровый участок. И они ни в одном пакете. Человек, который возьмет просто вот этот домик на берегу, и при этом он ничего за это не заплатит, а ему надо вложить туда миллиард уже получается. Ну, даже когда ему надо было 500 миллионов вложить, он за это может более-менее проблематичную недвижимость арендовать, вложить и спокойно жить. Потому что вот эта аренда за рубль, она не работает. Там нет гарантии того, во-первых, в этом… У нас есть закон аренда за рубль в памятниках региональных. Она не работает, там нет гарантии. Напомним жителям, кто нас слушает, кто нас смотрит. Мы работаем в прямом эфире, номер прямого эфира – 300-190. Что это значит, аренда за рубль? Это очень странно. Система, мы говорили с юристами, потому что по 73-му федеральному закону вообще ответственность за содержание памятника несет собственник. А тут получается, что собственное государство предлагает не за счет каким-то таким очень посложным схемам взять объекты культурного наследия в руинированном состоянии, он должен быть обязательно. Первые какие-то 5 лет при этом платить аренду должен человек или юридическое лицо. Все это вкладывать, ему ничего назад не вернут. Помимо всего этого, в этом законе нет гарантии, что тебе на 43 года дадут, 49 лет дадут аренду. Нет, там этого нет. То есть после этого с тобой звучат договор. Но у тебя уже благополучателем-то является государство, то есть люди вложат деньги, а стоимость удельно этого здания увеличится. В общем, это очень странная схема, и она не работает. Мы видим, что все рушится вокруг и продолжает рушиться. Поэтому у нас еще можно будет отдельно поговорить о состоянии реставрационной отрасли в регионе. Я специально к этому вопросу подготовилась, когда шла сюда. Это еще одна больная точка. Поэтому его никто и не берет, потому что хлопота много, денег много, гарантий никаких. И при этом, да, и все это очень дорого. И при этом у нас еще не забывайте, что у нас отсутствует сейчас государственная вообще структура, которую реставрируют. Я могу сейчас сказать про реставрацию, да? Ну вот я шла сюда и открыла реестр Минкульта про аттестованных. Дело в том, что с объектами культурного наследия могут работать только аттестованные специалисты. Архитекторы, инженеры, прорабы. Коим в том числе относятся и речной вокзал? Естественно, и вообще любой. Только проблема в том, что когда-то, в древние времена, у нас лет 20 назад, у нас был отвертый проект реставрации, у нас были реставрационные участки во всем регионе. Их было 12 штук. Во всех крупных городах были, по-моему, 12 их было, да, реставрационных участок. В Таршке, Вастаршке, и они там все по госзаказу им выдавали, люди получали зарплату, приходили, маляры. 400 рабочих было. 400 рабочих. Это тоже аттестованные специалисты, которые учатся, кстати, в специальных училищах. Вот, например, там тот же Виктор Цоин был краснодеревщиком, который учился в реставрационном. И Камчатка это было общежитие реставрационного училища, которое сейчас радостно закрыто, между прочим. Так вот, и у нас, сейчас я открыла, и у нас на всю Тверскую область, судя по данным, 21 специалисты аттестовало. То есть, это 8 инженеров, художников-реставраторов 1, 2, 3 по разным направлениям. Но это отдельные люди, которые сидят в музее, и я так понимаю, что они высшей категории. Производители работ 2. Это то есть архитектор-реставратор все делает, согласовывает. И есть еще производитель работ, который ходит, бегает и со всеми холстом разговаривает неприличными словами и знает, как разговаривать с рабочими. Но у нас нет в регионе вообще реставраторов по дереву, по скульптуре, по штукатуркам, по стеклу, по кровельным покрытиям, по паркету, по металлу. Вот этих специалистов у нас в регионе не зарегистрировано. То есть, как бы, я думаю, что вообще история с речным, эта история, она вообще очень характерная. Это не отдельная история, это симптоматика очень большой проблемы. И если, как бы, и она во всей Российской Федерации, Российской Федерации сейчас больна, это болевая точка не только. Вот Игорь Михайлович Руденя недавно сказал, что объект культурного следия болевая точка региона. Это болевая точка уже Российской Федерации. Потому что благодаря этому закону о госзакупках и вот каким-то еще там все деградировало, и уже рестораторов очень мало вообще в стране. То есть, потому что ресторатору по дереву в Российской Федерации 566 человек. 566 на всю огромную Российскую Федерацию. Штукатур в 579. 579 штукатуров могут штукатурить всю Российскую Федерацию, все памятники? Нет. Так что, я знаю положительные примеры, что есть центры восстановления культурного наследия, есть несколько регионов, в которых есть центры восстановления культурного наследия. Это государственные учреждения, они получают финансирование, и вот они берут там как-то и это делают. И, видимо, если у нас не будет своей государственной реставрационной базы, где люди работают просто за зарплату, у них есть какие-то объекты, за которые они отвечают, и они там потихоньку это делают, то все будет плохо. А пока что в данный момент мы находимся в фатовой ситуации, можно мечтать о чем угодно, но я подозреваю, ну, простите меня за мой пессимизм, но все будет еще хуже. То есть мы просто наблюдаем сейчас, как там, даже не знаю, я не буду приводить там про отваливающиеся носы, какие-то примеры, но оно все потихоньку отваливается. И как бы... Ну, хорошо, отсутствие специалистов, да, как мы выяснили? Ну, системы, отсутствие системы, да. Владимир Ильич, на Ваш взгляд, что еще, вот, скажем так, какие причины, какие проблемные камни кроются в том, что, во-первых, мы потеряли, да, один из главных символов региона, а во-вторых, мы до сих пор, его непонятно, что с ним дальше будет. Какие еще вот причины этому Вы видите, скажем так? Ну, самое главное для реставрации, это не столько, например, восстановить само здание, сколько сохранить исторические профессии, потому что они уходят. Мы начинаем заниматься заменой, например, штукатурки известковой всевозможными современными материалами, что на памятниках просто недопустимо. А сохранение профессии даже ведет за собой сохранение материальной базы. То есть, добыча белого камня, изготовление большимирного кирпича, добыча хорошей извести, всевозможные там деревянные конструкции, это тоже все, это все система, но она полностью разрушена. Это рабочие места, между прочим. В том числе, да. И если брать еще то, что, например, к нам приезжают работать на знаковых объектах, в основном там из Питера, из Москвы, и дело в том, что они наши региональные деньги увозят к себе, увозят налоги, увозят, значит, все, то, что наработано на нашем регионе было. Вместо того, чтобы оставить все у нас и вот развивать рабочие места и профессии эти. Сергей Евгеньевич, к вам такой вопрос. На ваш взгляд, да, вы были, типа, снова, вновь главный архитектор города. Бывает так. На ваш взгляд, почему все-таки, скажем так, за три долгих года по-прежнему ничего не изменило, и все-таки что мешает взяться за речный вокзал, так или иначе, все-таки вы в том числе представляете администрацию городскую? Ну, я как бы не сказал бы, что не взялись. Я, насколько знаю, что обследование все-таки как бы велось, и, наверное, результаты есть. Сегодня я должен сказать так. Я очень хочу быть оптимистом. И я буду оптимистом, потому что в этих вопросах по-другому никак нельзя. Опускать руки нельзя. Вот в чем дело. У нас есть телефонный звонок. Я напоминаю, телефон прямого эфира 3190. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Слушаем вас, говорите. Ну, наверное, хотелось бы, во-первых, уточнить, по сегодняшнему состоянию, кто-то курирует хозяйственную какую-то деятельность в рамках того, что и сейчас продолжает разваливаться здание речного вокзала. Там и деревья растут, и водостоков нет. То есть, какая линия? Сохранить его все-таки пока в законсервированном виде или нет? Еще хотелось бы уточнить линию губернаторского отношения и перспективы по отношению к зданию речного вокзала, потому что время от времени информация есть. И еще хотелось бы напомнить, что идут реставрационные работы в Москве, в здании речного вокзала, тоже историческое. То есть, как они сориентировались и смогли этим заниматься. Спасибо. Спасибо большое. Александр Анатольевич, давайте с последнего начнем. Мне кажется, наиболее интересно. В Москве речной вокзал реконструируют, потому что столица? Ну, потому что столица, потому что там судоходство продолжается. У нас-то оно было прекращено по каким-то причинам. Хотя именно из-за судоходных качеств, это была одна из причин заполнения водой, помимо питания Москвы. Там происходят работы. Мы им завидуем, это другой регион. У них немножко по-другому, они вообще по-другому с деньгами обращаются. Они нашли на это деньги, при этом чудесные восстановленные внутренние и наружные плафоны, керамики какие-то. Остается только, ну, они в ДНХ еще реставрировали, там ходят слухи, что в Москве вообще хорошо. Ну, вот у нас его не реставрируют. Хотя, по идее, вот так-то это группа одна памятников. Они, конечно, растянуты все по каналу Москва-Волга, но это же памятники, относились к Москве и Волге, но это как-то нигде никогда не обозначается. То есть они являются одной цепью, и они даже архитектурно-то объединены. Так что, ну, к сожалению, да. Наш регион выделил деньги после обрушения на обследование и археологию. Единственное, что, как бы, мы смотрели выходные данные компании, которая делала обследование, и мы не нашли там ничего, говорящего о том, что они могут это делать. Ну, не знаю, в общем. Ну, видимо, как-то они его сделали. В этом году в бюджете Тверской области ничего на речной вокзал не было выделено. И мне очень странно, что в программе реки России, по которой у нас строится этот монастырский мост, за 180 миллионов, который уже не 180, а 130, ну, не суть, который, видимо, очень нужен региону, ну, никак туда не вошел речной вокзал, и мы строим новую Визавидово. У меня вот как-то, когда мне говорят, что там Люся похудела, мне неинтересно, что Люся похудела, мне интересно, как я себя чувствую. Мне неинтересно, что в Москве. Это у них в Москве, у нас другой регион. У нас выделены были деньги на археологию и инженерное обследование. В этом году ничего не выделено. Программа реки России, речной вокзал не вошел. Как бы сейчас мы в перерыве говорили про фарватер, да, вот Валерий Курчкин сказал эту замечательную вещь. Я говорила со специалистами, это, кстати, российская проблема, то, что перестали чистить фарватеры рек. И таким образом происходят две вещи. С одной стороны, они перестают вычищаться. Прекращается добыча вот этих пород, которые являются при этом строительным материалом очень хорошим. В общем, начинается изменение биологии водостоков, водоемов. Потому что у нас, между прочим, из-за того, что произошло шлюзование, у нас большее количество метана в Волге, потому что происходит нагревание, потому что, естественно, течение в Волге замедлено. Поэтому прекращение вот этого циркуляции и прекращение работы по углублению вот этого фарватера и по выгребанию наносных пород, оно приведет, на самом деле, к ухудшению еще и экологии. Поэтому нам лучше, если уже сделали канал, то либо мы его тогда обратно засыпаем, говорим, уважаемая Москва, мы передумали. Мы просто берем обратно, засыпаем Иваньковское водохранилище, ну, как бы там все засыпаем, и тогда у нас, естественно, только Волге, и нам не надо ничего делать. Она будет мелкая такая, как тьмака, я не знаю. Либо мы делаем все как положено, потому что мы уже в системе этого канала, и нам надо ухаживать за этим каналом. Наша река – часть большой системы. Мы просто получим, да, ухудшение экологической ситуации. Да и вообще это грустно. Ну, в общем, не знаю. Ну, вот еще один вопрос, да, нашего слушателя, зрителя, касался того, все-таки сохранить его в законсервированном виде, да, речный вокзал, или не нужно этого делать. Вот, Валерий Ильич, как вы думаете вообще, что такое консервация и насколько она здесь работает? Я так понимаю, в данный момент как раз-таки объект законсервирован. Ну, называется, когда нет денег, то надо тратить хотя бы маленькие деньги на сохранение того, что дошло до нас. Вот это называется консервация. Мы предлагали еще в 2000-х годах создать такую строительную организацию, которая бы занималась срочным ремонтом и спасением разрушающихся там церквей, зданий, усадеб и так далее. Ну, в то время, значит, над нами посмеялись и сказали, что ничего не надо, и так все прекрасно, реставрация у нас. Ну, я говорю, что действительно тогда было очень еще нормально все. Но в настоящий момент это все вот получилось пророческие наши предложения такие, которые можно было бы сейчас еще вот, ну, даже вот если посмотреть, что творится с церквями на территории нашей области. Кто попало, лезет на церкви, лепит там, чего попало, начиная с крыш, главок, там, и штукатурки, цементом замазывают стены. И в результате мы потом опять через 20-30 лет увидим, как будут разрушены, ну, последние жемчужины наши. Ну, вот одна из жемчужин, да, сейчас находится, вот, как мы и говорили, в законсервированном виде. Но, тем не менее, все-таки, вот, Алексей Евгеньевич, как вы думаете, все-таки это ведь имидж города, да, это имидж региона, это потенциальные экскурсии, это прибытие туристов к речному вокзалу. Ну, вот они прибывают, и они видят полотнище серое. Вот, на ваш взгляд, почему вот это не способствует, в том числе, тому, чтобы какая-то работа все-таки, может быть, началась уже? Нет, ну, баннеры никогда туризму не способствуют, да, это на фонсадах, хотя мы и закрываем часть зданий баннерами. Ну, это такое вот, это излишняя скромность называется. Нет, вообще на восстановление речного вокзала можно построить вот нашу региональную и национальную идею. Это и туризм, это и культура, это и экономика в том числе, потому что за собой, как мы уже здесь говорили, это тянет в развитие реставрационной отрасли, да, вот, это и идеология в плане вообще отношения к, в общем-то, ну, к прошлому, что ли, да, то есть ко всему, то есть вот это вот наша национальная, вот региональная национальная идея, а сегодня, кстати, об этом говорит, и президент говорит о новой национальной идее, вот, то есть вот здесь можно построить вообще вот эту вот целую концепцию, и ключом может стать речной вокзал. Я считаю, что здесь должны просто сложиться какие-то обстоятельства, да, надо искать деньги, к сожалению, на все надо искать деньги, у нас слишком много таких проектов, которые требуют срочных вложений. Ну, а когда было иначе? Значит, надо искать, и я уверен, что получится, и у губернатора получится найти способы получить федеральное финансирование, чтобы речной вокзал восстановился. Дальше просто тянуть уже, ну, обидно. Вот, надо начинать. Ну, вот вы говорите о том, чтобы найти деньги, да, для восстановления, но, тем не менее, я как понимаю, да, и, наверное, вы со мной согласитесь, не все говорят о восстановлении. Существуют разные точки зрения. Кто-то говорит, что нужно восстанавливать, кто-то говорит, что нужно сносить и строить новое что-то, ну, новодел, да, как говорится, а кто-то говорит, что, может быть, вообще мы вернем то, что было там изначально, то есть вот тот самый отруч монастырь. У нас памятник архитектуры. Все-таки... Не восстанавливаться, а не рассуждать о том, что могло бы быть, там, какой торговый центр, там, мог бы быть на его месте построен. Да, через нас прошло несколько различных инвесторов, которые приезжали, о, какое хорошее место. Деловой, торговый, развлекательный, мы сейчас сюда лихо поставим. Вот это получить очередной какой-нибудь там сарай, декорированный там керамогранитом, такого, конечно, никому не надо. И люди, которые начинают сомневаться в реставрации, вот, они как раз вот рассуждают им, да, да, что там, давайте быстренько поставим, что-нибудь такое. Вот, у нас даже доходило до того, что в сквере, вот, по набережной, то есть, были предложения строить жилье. Ну, до чего доходило вообще, да? Вот, то есть, это просто люди, которые не понимают, вообще, суть города. Вот, для города общественное пространство, в первую очередь, необходимо. Набережная, особенно Заволжская набережная, которая сложилась сегодня максимально длинно, и эта сторона, естественно. Вот, это общественное пространство, которое должно восстанавливаться, которое должно просто преображаться. Мало что восстановить речной вокзал. Да, наверное, какие-то элементы отрочи монастыря тоже должны восстанавливаться, но нужно восстанавливать и дальнейшее, нагружать эту набережную новыми функциями, и она должна работать. Архитектура должна выправляться. Те пятиэтажки, в общем-то, которые в свое время сделали свое дело, то есть, расселили людей, их нужно приводить в каком-то новому виду. Я не знаю, там, может, не менять, но тысячи способов есть их реконструкции, чтобы создать облик города. Но, к сожалению, и опять на это не хватает денег. Да, но, опять же, почему я оптимист, да? Да, потому что всегда наша экономика в стране, она всегда чего-то не хватала. Вот была Екатерина, да, там, жгли города через один буквально каждый год. Жглись. Для чего? Да, чтобы из казны получить субсидии, чтобы восстановить чего-то в городе, построить. Да, горели, дверь горела, ну, а что горело тогда? Владимир Карамзин, по-моему, будучи губернатором, ничего не сжег. Он был честным человеком. Так вот, у города, кроме того, что надо найти деньги, да, должна быть еще харизма своя. Вот эту харизму нужно формировать. Да, но, к сожалению, мы сегодня вот рассуждаем так, а может и не надо восстанавливать? Ну, тогда зачем? Ну, деньги тратить. Давайте лучше двор заасфальтируем. Это разные вещи. И дворы надо асфальтировать, и вокзал. И вот если мы начнем что-то восстанавливать, тогда у нас настроится нормальная, вот эта разрушенная взаимосвязь вот от идеи до реализации. Александр, ну вы тоже оптимист? Вы тоже за восстановление, за возвращение того самого облика? Нет, слушайте, ну, культурное наследие народов Российской Федерации принадлежит народам Российской Федерации и народам Российской Федерации решать, что у них там будет. Если народ Российской Федерации очень захочет, чтобы у них вернулся вот очень монастырь, то это им никто не мешает. Только я не знаю, как они будут это все сопрягать с существующим объектом культурного наследия, который вы не можете просто так взять и вычеркнуть из реестра. Можно сделать очень много процедур, которые могут закончиться ничем, так же, как и закончилась ничем попытка согласовать проект предыдущей реконструкции Речного. Разговор о том, что построят на новом месте, есть такой разговор, и я слышу, что Игорь Михайлович сказал, что построят выше. Так вот, те люди, которые делали Речной вокзал в свое время, те архитекторы Гаврилы Урайские, они так рассчитали шпиль Речного, что он совпадает с сохраненным до сих пор церковью Успенской, отречи монастыря. То есть, если его сделают выше, тогда он загородится. А потом Речной никак с отречем практически не связан. То есть, для этого надо просто взять и выкупить все квартиры у людей, которые живут в домах, сразу от политеха начиная, вот все эти дома и до Тверцы, включая детский сад. И весь этот квартал, это все территория у Тверцы. То, что занимал монастырь. Да, это все территория у Тверцы. Никто не мешает, пожалуйста, можно выкупить, можно сделать фонд, выкупить все эти квартиры, прийти к людям, сказать, мы хотим здесь сделать монастырь. Они скажут, вообще нет вопросов. Я хочу за свою однокомнатную квартиру 5 миллионов. Потому что мне здесь нравится. Ну, за 5 миллионов я съеду. Вот у них у всех выкупить по той цене, по которой они хотят, потому что вы тут людей не высадите. И, пожалуйста, сносите, по охранным зонам согласованным, групповым, которые делала, по-моему, Елена Викторовна Кондакова. Как раз все эти дома относятся к дезагармонирующим постройкам. Есть проект реконструкции. Ну, вот это сопоставление с речным. Ну, можно же этот кусок там как-то не трогать, не трогать речной, но все равно будет целый отроч. Если люди хотят, то им никто не мешает, только это надо делать. Как бы осносить отрочи, памятник существующий, который находится в 50 метрах, извините, его фундамент, от стен отрочи монастыря, потому что надо восстановить отрочи. Ну, как-то это немножко незаконно и нелогично. И все-таки все памятники... Это большая проблема конфликтная, наложение памятников. Это и есть такая проблема, потому что мы живем в стране, которая была построена на разрушении другой страны. И эти памятники наложились. Но у нас уже зафиксировано, как бы закон обратной силы не имеет. Мы зафиксировали эти памятники. Они для нас ценные, и речной вокзал, это такая же память. Она на уровне Ржевского монумента, который только что сделали. Это память о славе и подвигах нашего государства, о огромных инженерных работах, о создании этого канала «Волга-Москва». Хотя его планируют, что в царское время, для шлюзования, но никто не мог догадаться, что столицу перенесут. И из-за этого надо будет пить. И река Волга послужила вот этим вот донором. И была создана куча гидроэлектростанций. Река Москва заполнена Волжской водой благодаря этому. И вот памятник этому, в этом комплексе, это наш речный вокзал. Поэтому вот так стирать его и говорить, нет, а мы передумали. Ну как бы, мы передумали, мы хотим обратно уточь в монастырь. Да, он прекрасен уточь в монастырь, но и речной прекрасен. Ну поэтому люди должны, в принципе, это решать. Ну сейчас на законных основаниях это незаконно будет говорить о таких разрушениях и перестановках. Валерий Викторович, не вы согласны с коллегой? Да, безусловно, конечно. Но у нас еще есть такое, как бы из опыта уже работы, самым лучшим приспособлением здания является его первоначальное предназначение. Никакие другие функции туда очень тяжело вставить. Но это тянет за собой сразу проблему, например, судоходства, кораблестроения, воспитания моряков. Или как их... Сцены на топливо для кораблей. На электричестве будут ходить. И на порогах. На дровах. Ведь раньше помнят еще люди, как совершенно спокойно ходили пароходики по Тверце вверх, по Волге вверх. Там очень далеко. Была отличная циркуляция по Волге. Это прекрасная артерия была транспортная. Нет, теплоходы, да, какие-то круизные? Нет, люди просто ездили на дачу. Ты садишься, ездишь на дачу. Тебе надо на дачу вверх по Волге, тебе надо на дачу вниз по Волге. Ты сел там и заплатил 15 копеек. И ты уехал. Ты через 15 минут там ближе к завиду уже. И все. Это транспортная артерия. Она так и задумывалась. Мы поэтому и стоим на реке, собственно говоря. Тропед стоит там на берегах. Там Петербург стоит. Потому что самый лучший транспортный узел был прекрасный. Это водичка. Для России, кстати, это традиционно. Да и вообще. Не на реках стоят только те города, в которых рек нет. Если есть река, обязательно стоят на реке. Сюда, например, на крыльях, они вообще не требуют, может быть, даже каких-то причалов специально оборудованных. Они раньше приставало к отрочи монастырю, прямо к берегу. Люди выпрыгивали и прекрасно, совершенно доходили до своих мест. Ну, как-то получается. Ну, концессия там, конечно, спаслась. У нас здесь немного совсем времени. Я предлагаю начинать, подводить итоги. И, скажем так, да, все-таки вот на данный момент, на ваш взгляд, какая работа должна вестись в первую очередь, чтобы в конечном итоге все-таки ситуацию с речным вокзалом поменять? На мой взгляд, нельзя забывать эту идею восстановления. Ее надо постоянно муссировать. О ней нужно говорить. И о ней должны услышать федеральные власти, которые, особенно касаемые культуры, нужны выделения средств на восстановление памятника. С нашей стороны, здесь, с Тверской стороны, здесь должна формироваться идеология, для чего и как его использовать. Как его насыщать, какая у него будет начинка. Что должно быть вокруг. Вот я уже говорю, общественное пространство. То есть, я почему говорю, что монастырь может элементами как-то возникнуть? Да, может. Но это не общественное пространство. Это пространство, которое замкнуто на очень узкий круг и из города вырезанная территория. А вот как раз речной вокзал и его новая инкарнация, я думаю, это как раз, возможно, новое общественное пространство, которое в городе будет восстановлено. Первые ласточки действительно были. Это вот Верь в Тверь тогда, фестиваль и Центр современного искусства. Да у нас сейчас уже не один город. Нормальный, ни в России, ни в мире, без Центра современного искусства не живет. Потому что это движуха. Это движитель современного искусства, культуры, художников, писателей, литераторов, кинематографов, чего угодно, медийных любых видов творчества. Да, это хорошая была идея. Значит, выставочный зал для галереи, да, если это галерея, то да, если это музей, то немножко сложнее. Тогда надо сам вокзал превращать в музей. Другие функции туда насыщать, набирать. Были предложения. И были очень интересные предложения, которые можно было собрать под одной крышей этого речного вокзала. Да, я думаю, что и судоходство будет восстанавливаться, потому что сегодня все больше интерес к нему возвращается. Это самый красивый и чистый вид туризма. Вот этот вот, когда ты там ночь плывешь, утром ты приплыл, и это отдых, и это туризм, который сегодня становится, ну, очень популярным. Давайте, как бы, сложим вот эти идеи, и у нас может все получиться. Валерий Ильич, ну, вы вот в идеале видите, что в конечном... Это отреставрированный комплекс, или вот как вы это себе представляете? Ну, по закону положено восстановить его. А уж какая функция, там дело десятая. Санна Анатольевна, ну, давайте тоже вот пару слов, как бы, по итогу все-таки. Что должно быть сделано, когда это должно быть сделано, да, и что должны все-таки ему в конечном итоге увидеть, скажем так? Ну, Валерий Курочкин правильно сказал, что самая лучшая функция, это функция, которая изначально предназначена. Но дело в том, что проектировка речного вокзала в описании этого здания точно значит, что внизу будет музей истории на первом этаже, что в самом, как бы, речном вокзале еще тогда, в 30-е годы, во время отсутствия судоходства будет кинотеатр. Поэтому сочетание и городского центра, и вокзала никто не отменяет. Нет, я думаю, что, конечно, если вот так честно говорить, то людям, которые хотят восстановить отрочный монастырь, надо отделить, как бы, вот эти, понять, что речной вокзал с отрочным монастырем связывает только площадь, которая их разделяет. Нет, их связывает площадь, которая между отрочным монастырем, которая идет по границе отрочного монастыря, идет по границе жилого дома и вот сохранившейся церкви. И там немножко захватывает доречный вокзал. Но для начала, если они хотят восстановить, то никто не мешает им выкупить эти жилые квартиры, перестроить детский садик. И когда они будут, когда они восстановят отрочный монастырь, тогда уже можно ставить вопрос о том, что будет с речным вокзалом. Но это будет, я не думаю, что скоро. Поэтому просто эти вещи надо разделить, речную надо, конечно, восстановить. Там должна быть концессия. Я думаю, что у нас, я знаю, что наше Тверское правительство и центр «Мой бизнес» активно работает с концессиями сейчас. Там нужен конституционный нормальный пакет. Там надо объединять вот эти земли, которые к нему прилегают, включая пирс, давать нормальное конституционное предложение тому инвестору, который его возьмет, и как бы с этим работать. То есть это большая работа, но это работа. А вот как бы восстановление отроча и речной – это две разные… Они рядом, эти вещи. Ну, если эти люди действительно хотят, и они болеют за это, они считают, что это святыня, это действительно священное место. Это действительно один из сакральных центров города. Вот этот монастырь был, он имел огромное значение в истории православия в Российской… вот на территории Руси. То вот там вся эта территория, весь этот квартал с жилыми домами, в их распоряжении, они взрослые, они сами разберутся. Ну что ж, надеемся, что рано или поздно это произойдет. Я напоминаю, мы сегодня вспоминали речной вокзал. Три года назад один из главных, один из символов Тверской области врушился. С нами был архитектор, искусствовед, да, и люди, которые… Архитектор? Архитектор, да. Архитектор, да, искусствовед. Люди, которые этим живут, люди, которые, конечно, тоже ждут, когда, возможно, речной вокзал будет восстановлен. Вы смотрели программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. Всего доброго, до свидания. Пока-пока.